Во время разгрузки автомобиля в складском комплексе транспортно-логистического центра Брест-Белтамож-Сервис-2 произошло возгорание. Причиной стало замыкание электропроводки. Огнём охвачена часть груза внутри склада и груз, находящийся в кузове. На сигнал тревоги выезжает служба МЧС, а также работает пожарная дружина предприятия. Работников склада экстренно эвакуируют. Так могла бы звучать сводка новостей, если бы всё это произошло в реальной жизни. Сегодня было очередное у нас плановое учение. Наш логистический центр построен в 2015 году, хотя имеет все допуски, соответствует классу А. Тем не менее, конечно же, соответственно и противопожарная безопасность здесь обеспечена. Тем не менее, такие учения мы проводим регулярно. Учением предшествует тщательная организация и подготовка. Разработка плана их проведения с чётким указанием действий каждого из участников. Необходимо продумать учение так, чтобы было максимальное ощущение реальности происходящего. А потому предварительный этап – процесс небыстрый. Для проведения учений вновь был разработан план, состоящий из двух частей. Это работа наших добровольных формирований и работа МЧС. Значит, наше формирование – это была пожарная дружина наша и санитарное звено, которое находится на этом объекте и находится в постоянной готовности. Также для ликвидации этой чрезвычайной ситуации было задействовано МЧС. План мы разрабатывали где-то около месяца, готовились, проводили тренировки. Следующий этап учений также основан на реальной ситуации. Согласно легенде, при эвакуации блестящего автомобиля, перевозящего опасные грузы, произошла разгерметизация упаковки и утечка соляной кислоты. Есть пострадавшие, им оказывается первая помощь. Пожар в это время перекинулся на склады и крышу. К тушению пожара приступают машины, оборудованные автолестницами. Играла роль пострадавшего на данных учениях в процессе эвакуации автомобиля. Произошло раздритие какого-то там химического вещества, предположительно это было со слов соляная кислота. Ну, якобы получила отравление, химическое отравление. Ну, с нашей девчонки, ну, вообще вся бригада сработала хорошо. Как бы оказались сразу же первым медицинскую помощь. Ну, я думаю, что в случае чего, если было бы реально, то, думаю, даже было бы, может быть, даже ещё лучше. Такие тренировки проходят на предприятии с целью отработки взаимодействия работников МЧС с администрацией объекта, а также с целью обучения персонала. Никто не знает, когда может случиться непредвиденная ситуация, но важно быть к ней готовым в любой момент.